Ребята, всем хей! Я вам снимаю видео, опять же, насчёт поступления во Францию, все хотят заморочить. И сегодня я вам расскажу ещё раз всё подробно про вид на жительство, который я получила сегодня. Я безумно этой карточке рада, серьёзно, я просто ждала её полгода долбанных, полгода, серьёзно, я вам клянусь. Я стояла в очередях в префектуру и так далее, то есть полгода мороки, и она у меня! И она действует всего лишь до 30 сентября, а потом надо всё это повторять. Я не знаю, серьёзно, это какой-то бред. Ну, не важно. В общем, я вам расскажу подробно, что это такое, зачем это надо тем, кто поступает во Францию. В общем-то, когда вы приезжаете во Францию, я вам рассказывала про это в видео, где я снимала то, что типа поступили, что делать дальше. Ещё раз повторяю, когда вы приезжаете во Францию, ваша виза долгосрочная не действительно является. У вас эта виза считается нелегальной, вы не можете ни выезжать за границу, то есть если вы выезжаете, то вы не можете вернуться. Естественно, можно выехать только, наверное, в страны Шенгена, потому что если вы едете на машине или на поезде, у вас нет таможни. Но если вы едете на самолёте, не вариант, извините, вы должны по приезду во Францию, если вам уже есть 18 лет, вы должны пойти в Афи и вам с визой, когда вам дают визу в консульстве в русском, вам с визой дают инструкции, что делают по приезду. Вам дают инструкции, что нужно пойти в Афи, какие документы собрать, куда их отнести. Вам назначают медосмотр и всё, вам ставят такой тамбр, это называется в французске тамбр, по-русски это обычная печать или марка Афи, которая служит вашим видом на жительство, то есть это как бы долгое пребывание. С ним виза уже считается действительной, вы можете путешествовать, вы можете работать, вы можете делать всё, что угодно. Если вы такой же удачник, как я ещё раз повторяю, вам 17 лет по приезду во Францию, у вас большие-большие проблемы, серьёзные, я вам кинусь, серьёзно, подождите год и езжайте в следующем году, когда вам будет 18. Потому что вы не имеете права идти в Афи, я не знаю почему на самом деле, но при... ну, короче, вы не можете идти в Афи, вы должны идти всё делать через префектуру, то есть вы досье, все документы отправите в префектуру, вам приходит ответ через месяц-два, не знаю, дай бог. Потом вы назначают встречу, он назначает медосмотр, проходите медосмотр, относятся всё к префектуру, и вам говорят, что через, там, допустим, недели-три или месяц вам назначат встречу. Я думала, что на этой встрече уже мне дадут вид на жительство, так нет! На этой встрече у вас только всё проверяют, все ли правильные документы, у вас берут всё ещё раз, из чего, допустим, не достаёт, труп, мало ли что. И только через этот месяц отправляют документы в Париж. Если вы учитесь не в Париже, это безумие, потому что они отправляют в Париж, и из Парижа вы должны ждать месяц, я ждала больше, чем месяц, я ждала полтора, может быть, месяца, но это безумно. В общем, короче, когда у вас отправляют все документы в Париж, вам дают расписи, я вам, по-моему, показываю, не уверена, но ещё такая бумага, которая показывает, доказывает то, что ваш вид на жительство готовится в процессе готовки, приготовления. И то, что вы можете путешествовать, работать вот с этой штукой, но она не бесконечно действует, она там действует месяца два-три, не больше. И потом вы уже ждёте свой вид на жительство. На самом деле я так выясняю всё по ходу своего обучения, и я такая думаю, блин, как же всё на самом деле сложно у французов, какие они все медленные, какие они все серьёзные. Они как-то всё делают очень сложно, то есть из легких вещей, которые можно сделать за месяц, у вас всё превращается в полугодовую процедуру. Я вас целую, и я вам желаю удачи тем, кто поступил, мне пишут ребята, некоторые, которые мне спрашивают советы, и они поступили некоторые. И да, я вам всем желаю удачи, серьёзно, всем, кто поступает вот в этом году во Францию, слава богу, что поступили. Это ещё не самое сложное, и, ну, да, это уже сложно, я понимаю, но удачи вам в следующем году. Всем пока!